МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает информационная программа новостей дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте. Мы готовы рассказать о событиях в городе-области. Сейчас коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбургской области приедет министр природных ресурсов Александр Козлов. Глава Федерального Минприроды проведет совещание по вопросам сотрудничества России и Казахстана в водохозяйственной сфере. Одним из основных вопросов, который обсудят на совещании, это сохранение и восстановление экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. В мероприятии примут участие губернатор Денис Паслер, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Макзу Мирзагалиев. Но мы продолжаем. Пожар на Петровском рынке. Как сообщили в МЧС, о возгорании стало известно во вторник около 11 часов утра. На место сразу же выехала спецтехника. С пламенем пожарной боролись несколько часов. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Клубы черного дыма, горящая крыша склада, около десятка пожарных машин. Так выглядел рынок Петровский сегодня утром. По официальной информации, около 11 часов загорелись помещения, где хранились фрукты, принадлежащие индивидуальному предпринимателю. Эвакуации не потребовалось. 15 человек самостоятельно покинули здание. Увидел, вышел, увидел, что горит. И пока подробностей не знаю. Началась с заднего часа, где стоит мусорка. Мусорка, когда начинала гореть, разгорелся по дону. От подона, наверное, заделай крышу, наверное, за это разгорелось. Как сообщают в МЧС, с огнем боролись 28 человек и 10 единиц техники. Локализовать пламя удалось 12-25. А к 13.00 пожар полностью ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Площадь пожара пока уточняется. Маляка Джамалеева, Георгий Брулуцкий. Новости дня. С огнем спасатели боролись и в Бугуруслане. Там семейная ссора едва не закончилась трагедией. 64-летний мужчина поругался со своей супругой. Затем облил бензином комнаты и пытался поджечь дом. Это заметил сын хозяина дома. Он сразу же позвонил в полицию. Когда на место прибыл участковый, то зайти в дом не смог. Дверь была заперта. Начали скрывать дверь. Дверь была закрыта. И увидели, что дзин ведет под крышей за окон. Тут же вызвали пожарных. Скорую медицинскую помощь. Далее, когда уже на входе невозможно было дышать, мы вышли и заметили то, что открывается окно. Увидели мужчину. Спасатели сразу же поспешили внутрь. На месте пенсионеру оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Врачи констатировали у пострадавшего термический ожог лица, туловище, правой стопы и дыхательных путей. К новостям с востока области. В Орске вновь смог и дым. Местные жители продолжают жаловаться на неприятные запахи в воздухе. Теперь превышение ПДК зафиксировала и экологическая лаборатория. Съемки панорамы города напоминают кадры фильма про катастрофу. Над населенным пунктом смог и белая серая дымка. Кадры сделаны накануне. Тогда же большинство арчан почувствовали сильный химический запах. Счет жалоб и звонков жителей пошел на десятки. Причем, по словам горожан, подобное в Орске происходит с завидной регулярностью. В последнее время ситуация только ухудшается. Вот подошла к окну. Вот седина стоит. Вот представляете, сейчас и окна закрыты. И все. Седина стоит над кварталом. Я приоткрыла окно, но там невозможная вонь. Вот именно газ. Я чувствую, что что-то со мной не то происходит. А у меня еще аллергия. Вот если какой запах, то у меня начинается кашель до рвоты. В администрации Орска говорят, забор проб для проверки был произведен только после обращения горожан. Экологическая служба региона проверила воздух и выявила превышение ПДК по фенолу в двух районах города. Правда, насколько именно превышена норма, не сообщается. Чиновники направили обращение в региональный Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия всех необходимых мер. В текущем году в региональный бюджет заложены средства на финансирование программ по развитию сельского хозяйства, регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Обеспечение продовольственной безопасности страны – важнейшая задача всех уровней власти. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области от округа номер 3 Сергей Аверкиев рассказал, как аграрии приготовились к началу весеннеполевых работ. Комплекс этапов весенней разработки полей включает в себя вспашку, баронование, внесение удобрений, посев, химическую защиту всходов. Все эти мероприятия весьма затратные, требуют значительных оборотных средств. Благодаря тому, что в прошлом году аграрии поработали хорошо, они уверенно смотрят в будущее. Сегодня у нас и выручка, и доходы предприятий увеличились по 2020 году в разы. И возможность сельхозпредприятий сегодня есть вложиться в новую технику, и приобрести элитные семена, и закупить удобрения. В новом сельскохозяйственном году аграрии задачи ставят перед собой масштабные. Так, в текущем году в четырех районах планируется посеять свыше 80 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, свыше 10 тысяч гектаров укурузы на зерно, более 30 тысяч гектаров кормовых культур и свыше 170 тысяч гектаров культур технических. При этом в большинстве хозяйств на эти цели есть собственные средства. За кредитами сельхозтоваропроизводители обращаются сейчас гораздо реже, чем ранее. Те хозяйства, которые, скажем так, уже работают давно и уверенно стоят на ногах, у них видение только вперед и вперед. Это показывает та практика на них, которую они закупают и технику сегодня многофункциональную приобретают, чтобы она работала на полях. А те хозяйства, которые сегодня только вновь открывшиеся, фермеры молодые сегодня, да, они, конечно, тоже готовы работать, но они в большей степени смотрят на помощь государства и просят, чтобы государство им субсидировало, помогало, что, в принципе, оно сегодня. К другим темам. Производительность, надежность и современные сервисы на объектах одной из крупнейших региональных сетей передачи данных проходит реконструкция. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Региональная сеть передачи данных общества «Газпромдобыча Оренбург» объединяет локальной сетью структурных подразделений предприятия и входит в единую ведомственную сеть передачи данных «ПАО «Газпром». По сути, это транспортная основа информационных систем компании. Требования к ней очень высоки. Региональная сеть передачи данных – это один из крупнейших сетевых объектов «Газпромдобыча Оренбург». Он охватывает 49 узлов связи, соответственно, предоставляется услуги доступа к внутренним ресурсам «Газпромдобыча Оренбург». Также предоставляется доступ к внешним сетям «ПАО «Газпром». Сфера телекоммуникации и информационных технологий стремительно развивается. Реконструкция и перевооружение действующей сети позволяет идти в ногу со времени. На объектах управления связи проводится замена коммутаторов, маршрутизаторов, источников бесперебойного питания, систем кондиционирования. Основное преимущество – то, что мы обновляем старое оборудование, повышаем надежность. И в перспективе у нас есть запас по скорости передачи данных. Работы выполнены на четырех из восьми узлов связи, которые включены в инвестиционный проект «ПАО «Газпром». На площадке газопромыслового управления проведена прокладка волоконно-оптической линии связи. На всех этапах – от монтажа до пуска наладки, строгий строительный контроль. Смотрим настройки, как они настроили оборудование, как эти узлы взаимодействуют между собой, протоколы, скорости и прочие параметры. Реконструкция действующей региональной сети передачи данных позволит повысить производительность основного оборудования, отказоустойчивость сети внедрить в современные сервисы. Это даст большие возможности по резервированию оборудования, обеспечит увеличение пропускной способности каналов связи, что приведет к улучшению качества предоставляемых услуг пользователей «Газпромдобыча» Оренбурга. Анонимы Денис Арбаев, Новости дня. И перейдем к информации по заболеваемости коронавирусом в области. Снова пять летальных случаев. Печальную статистику публикует Федеральный оперативный штаб. Всего же с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли уже 730 жителей области. Общее число заразившихся – 39 929. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 80 человек. Что же касается статистики по выздоровлению, то сегодня больничные листы закрыли 62 пациента. Ну а сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Куда делись 2,5 миллиарда бюджетных рублей. В Министерстве финансов отчитались об итогах года. Дождались. 11 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Восстановите храм. В поселке Пугачевский объект культурного наследия нуждаются в ремонте. Это новости дня и мы продолжаем. За год пандемии траты россиян и медицинские маски снизились в 4 раза. Об этом свидетельствуют данные исследований крупнейшего в России оператора фискальных данных. Сейчас россияне приобретают маски на сумму 58 рублей за одно посещение торговой точки. В то время как в прошлом году эта сумма доходила до 220 рублей. Аналитики отмечают, спрос постепенно снижается в течение последних 6 месяцев. Со снятием многих ограничений этот процесс заметно ускорился. С января по марту 2021 года средний чек уменьшился на 23%. В сравнении с прошлым месяцем еще на 10,5%, сообщают аналитики. Самый большой средний чек покупки этого средства индивидуальной защиты зафиксирован в Москве, Московской области и Чукотском автономном округе. Более 90 рублей. До сих пор больше популярностью пользуются трехслойные одноразовые маски на резинке с голубым оттенком. Ну а теперь перейдем к новостям с финансового рынка. Курс основных иностранных валют снова нестабилен. Официальные данные Центробанка России сейчас на вашем экране. Областная казна по итогам 2020 года не досчиталась более 2,5 миллиардов рублей. Это разница между доходной и расходной частью. Во вторник региональный министр финансов Татьяна Машкова подвела итоги года. Всего за 2020 год бюджет поступило 111,5 миллиардов рублей. Около 65 – налоговые иные доходы региона. Причем это на 9 миллиардов или 12% ниже, чем годом ранее. А вот поступления с федерального центра наоборот выросли свыше 45 миллиардов рублей. Рост почти в два раза. Минфини поясняет, что цифры обоснованы увеличением в период пандемии трансферами на здравоохранение и социальную поддержку населения. Эти деньги, по словам профильного министра, разделены на несколько типов – дотации, субсидии и субвенции. Субвенция? Смотрите, какая большая сумма. Это средства Российской Федерации, переданные в наш бюджет, чтобы мы за Российскую Федерацию исполнили ее полномочия. Например, самые яркие, которые вы все знаете, вас всех коснулось в этой жизни – ЗАГСы. Основная часть расходной статьи бюджета по-прежнему направлена на социальную сферу. Почти 75 миллиардов рублей или 66% от общей суммы. Еще 14,5 миллиардов – деньги, потраченные региональным дорожным фондом. Коснулись на пресс-конференции вопроса госдолга Оренбургской области. На 1 января 2021 года он составляет 21 миллиард 400 миллионов рублей. Долгожданное новоселье. 11 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, сегодня получили ключи от новых квартир. Вручил их вице-губернатор, заместитель председателя правительства области по социальной политике Татьяна Савинова. Квартира 28. Еще дружнее аплодисменты, дорогие друзья. Долгожданный и волнительный день сегодня для ребят настал. Новый дом находится в селе Нежинка Оренбургского района. Был построен специально для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вице-губернатор Татьяна Савинова подчеркивает, несмотря на экономические сложности, в связи с пандемией, финансирование программы по обеспечению жильем в Оренбургской области не было урезано. И в этом году, несмотря на все сложности ковида, несмотря на все сложности бюджетного процесса, Денис Владимирович сказал, что это программа, которую мы не будем резать ни при каких обстоятельствах. Я желаю вам счастья, желаю вам любви. И пускай этот первый дом, ваш настоящий первый дом, будет самым счастливым в вашей жизни. Жилье в новых многоквартирных домах приобретено на средства федерального областного бюджетов. В этом году, по словам Татьяны Савиновой, выделено 600 миллионов рублей только из областной казны. Эта программа реализуется с 2010 года. Более 90% квартир приобретается в новостройках. К другим темам. Что не весна, то потоп. Жители многоквартирного дома Орска просят о помощи. Пятый год подряд заливает крышу. По стенам пошли трещины. Однако на проблемы людей никто не обращает внимания. С подробностями Анна Немых. Вот так выглядит коридор на девятом этаже дома номер 13 по улице Шелухина. Стены, полы, потолки. Повсюду вода. Чтобы хоть как-то скрыть желтые потеки и разводы, люди пытаются делать ремонт. Но наступает весна, и все повторяется. Потолки обрушаются, стукатурка падает. Вот посмотрите, стена моей квартиры. Я ее сам застукатуриваю. Каждое лето, когда дождей нет. Писали постоянно все администрации, писали нашим ЖКХ, кто с тех годов были. Все руками разводили. Дождь потолков здесь льет уже почти две недели. Арчане неоднократно обращались в свою управляющую компанию. Но помощи не могут дождаться по сей день. Придут. Ну мы что? Мы сейчас ничего. Вот будет лето. Тогда вот что? Вы меня извините, но что-нибудь надо делать. Ну два плотника или работника, я не знаю, пришли. Мы сбросили снег. Ну и все. Ну она как идет, вот она. Так и льется. И все. Управляющая компания, которая обслуживает дом, прямым текстом говорят. Кровля здесь проблемная. Она не подходит под Орский климат. Практически нет ската. От постоянного перепада температур лопается покрытие. Капремонт кровли назначен на 2025 год. Для того, чтобы решить эту проблему, специалисты компании уже подготовили все необходимые документы, которые направлены в фонд модернизации ЖКХ. В ООО жилищно-коммунальные организации будут настаивать на том, чтобы капремонт кровли перенесли на более ранний срок. Со своей стороны обещают хоть немного, но облегчить жизнь арчан. В ближайшее время убрать с крыши снег и устранить течь. Но надолго ли помогут такие меры? Гарантии не дают. Анонимых Маргарита Шкарабурова, Илья Логачев. Новости дня. Восстановить старинный храм. В редакцию ОРТ обратились жители поселка Пугачевский Оренбургского района. Памятник архитектуры, построенный еще в 19 веке, уже много лет пребывает в запустении. Люди просят, чтобы его использовали по назначению. Наша съемочная группа побывала на месте. Церковная служба для жителей поселка Пугачевский и окрестных деревень сегодня проходит в здании администрации. И так уже долгое время. Местный храм более полувека находится в запустении. За это время он заметно обвершал. А судя по экспертизе, которая была проведена еще в 2012 году, находится в аварийном состоянии. То, что смогло уцелеть за долгие годы, серьезно повреждено. Старинный храм необходимо спасать, считают оренбургцы. Это уже такой, скажем так, намоленный храм. Ему уже достаточно много лет. То есть это даже не с прошлого, а с позапрошлого столетия строение стоит. Но это все равно святыня. Святыня, то есть это наследие наших предков. И это, конечно, было бы правильнее. Восстановить именно тот храм, который есть. Храм преподобного Алексия в поселке Пугачевский был построен в 1861 году. В советские годы здесь располагался сельский клуб, а позже – зернохранилище. В 80-х оно стало никому не нужным. 30 лет назад его признали объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас храм находится в федеральной собственности. Лучше всего сохранились кирпичная кладка и декоративные элементы на фасаде. А вот купол нуждается в ремонте. Вызывает опасения и фундамент. В принципе, оно достаточно прочное. Но посмотрите, купол деревянный. Посмотрите, есть выволок кирпича и уже фундамент находится в таком состоянии, что чувствуется небольшой наклон здания. В местной администрации говорят, если храм получится восстановить, сюда, как и в давние времена, будут приезжать люди из окрестных сел. И даже из близлежащих районов. Муниципальное образование Пугачево-Сельсовет граничит с Лецким районом. Здесь соседних сел тоже желают, чтобы восстановилась церковь у нас. В ближлежащих селах нет церквей. Но чтобы восстановить храм, нужно проделать огромную работу. Первым делом составить проектную документацию и провести экспертизу. Пока единственное, чего смогли добиться активисты, заколотить двери и заклеить окна пыль и селеном. На все остальное нужны средства. На данный момент порядка двух миллионов рублей. Малика Джамалеева, Георгий Бурлутский. Новости дня. В общественной приемной сегодня провел личный прием у оренбуржцев секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов. С какими вопросами обратились жители города и области? Смотрите далее. Мы к вам с огромной позием обращаемся. Сделаем в том, что у нас электроэнергия будет задолжение. Мы хотели подсрочно сделать. А нам уже угрожают, мы получили ее. На связи семья из Акмарского района. Многодетная пара задолжала 27 тысяч рублей за электроэнергию. Ресурсоснабжающая организация готова отключить свет неплательщикам. Семья просит помочь оформить отсрочку. Пока ждут выплаты зарплаты. Переговорю с руководителем наших энергетиков. Мы постараемся вам помочь. Спектр вопросов обращений самый разный. От улучшения жилищных условий до устройства на работу. К каждому индивидуальный подход. Мизоля Мурзина просит содействия в переселении. Речь идет о многоквартирном доме в Кушкулях на улице Мирнинской. Женщины жалуются на плохие условия проживания. Корреспонденты ОРТ ранее в выпусках рассказывали о проблемах жильцов по этому адресу. Они появились сразу после заселения. Люди жаловались на плесень, некачественную крышу и вентиляцию. Ситуацией заинтересовалась Оренбургская прокуратура. Судебно-строительная экспертиза дома выявила множество нарушений строительных и санитарных норм. Сейчас мы все посмотрим и с администрацией города позанимаемся и посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Тогда мы вам обратную связь потом дадим. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» берет обращение под личный контроль. Поручает помощникам детально разобраться в вопросе, в планах и поездка на место. Как и прежде, у нас на сегодняшний день практически все, кто обращается в приемную партии, мы никого не бросаем и стараемся, даже если вопрос такой долгоиграющий, мы стараемся людей сопровождать до тех пор, пока либо вопрос не решится, либо пока мы не найдем другое решение. В общественную приемную регулярно поступает обращение от оренбургцев. К тому же о своей проблеме можно заявить разными способами, в том числе обратиться через региональный исполком и официальные группы в социальных сетях. Услышаны будут все, заявляет в региональном отделении партии. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. О спорте. Баскетболистки Оренбургской надежды досрочно завершили сезон. В плей-офф чемпионата России наша команда проиграла Сыктывкарской ники. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Единчу. Спасибо, Наталья. Четвертьфинальные серии чемпионата России завершились предсказуемо. Команды, стоящие выше, выиграли у своих соперников, причем 2-0. Во всех парах, кроме нашей, в которой дебютант Премьер-лиги прошел практически бессменного бронзового призера. В регулярном чемпионате Надежда дома спокойно разобралась с Никой 77-55. А вот последний матч гладкого розыгрыша в Сыктывкаре встревожил. Выиграли, но Ника чуть не догнала 60-63. А через две недели на старте плей-офф и победила. В основном усилиями своих американок. Лесли набрала 25 очков, а Тернер – 18. Плюс сделала 14 подборов и 6 перехватов. Стартовый натиск Надежда выдержала и вела после первой четверти. Но в дальнейшем игра проходила под диктовку хозяек – 72-66. Такое в прошлых сезонах было не раз. Переезжая домой, Надежда неизменно разбиралась с соперниками по четвертьфиналу. Верность традиции вроде бы подтвердилась в первой ответной встрече. Напряжение в стартовой четверти – 10-10. Полностью ушло во второй десяти минутке. Оренбурженки в фирменном стиле убежали вперед – 25-15, обеспечив себе довольно комфортный задел на вторую половину матча. Надежда не дала американкам ники оперативного простора, и те реализовали только четверть своих бросков. После большого перерыва в равном и результативном третьем периоде хозяйки сохранили перевес – плюс 9. И в завершающем игровом отрезке только увеличили преимущество – 25-18 и итоговый – 80-64. Такой результат успокоил всех – и команду, и болельщиков. Беды не ожидалось, плюс учитывая более короткую скамейку гостей, ведь на восстановление отводились всего сутки. Однако гости из республики Коми решающую встречу выиграли практически в шестерон. Стартовый период – катастрофический для нас. Повели в счете 4-3 первый и последний раз. Потом все стали мазать, и вот уже 4-13. Первый четверть – 9-16, и дальше только догоняли. Как нарочно лучшую игру в карьере выдала форвард гостей Александра Марченкова – 22 очка, 8 подборов. У нас очень старалась Шилова, но в этот раз другой снайпер Медведева ее не поддержала. В последней четверти оренбурженки начали погоню с минус 14. Наконец наладились дальние броски, разрыв сокращался. За полминуты до конца Бабкина точно бросает из-за дуги. В ответ гости забивают два шрафных и ведут плюс 4. Бабкина снова исполняет трехочковый, но до финала «Сирены» остается меньше секунды, и в Оренбурге рождается сенсация. 60-59 – Ника выходит в полуфинал, а «Надежда» завершает сезон. Для развития отечественного баскетбола выступление Ники – чистый позитив. В премьер-лиге появилась дерзкая самобытная команда. Но для Оренбурга это безусловная неудача. Наша команда 11 последних лет входила в тройку призеров, а сейчас сошла с дистанции в первом круге плей-офф. Наталья. Спасибо, Анатолий. Напоминаю, это была авторская рубрика «Спортивном Оренбуржье» в каждом выпуске новостей. И завершение информации об отключениях. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 31 марта в течение дня будет ограничена подача электроэнергии в областном центре. Кроме того, в среду без электричества в течение дня придется обходиться жителям сразу нескольких садовых товариществ, а также поселков Ростыши и Подгородняя Покровка. Будьте внимательны. Полный список с указанием улиц, номерами домов и временем отключения сейчас на вашем экране. Филиал публичного акционерного общества Россети Волга Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить все электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к официальным группам ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Здравствуйте. Чем порадуют нас последние дни марта, узнаем через несколько секунд. 19 апреля в 19 часов в зале Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Файзи состоится концерт и льется песня вокально-инструментального ансамбля «Карусель». Художественный руководитель Артур Усманов, солистка Анастасия Мединюк. В программе концерта прозвучат русские народные песни, романсы, инструментальная музыка и популярные произведения современных композиторов. Справки на сайте и по телефону Оренбургской областной филармонии 72 90 48. Сохраняются комфортные погодные условия с теплым ясным днем. В ближайшие сутки переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, а днем юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью по области 5-10 мороза, днем от 2 до 7 тепла. В восточных районах от минус 4 до плюс 1 градуса. По районам подробнее. Запад минус 5, минус 8 ночью и от 4 до 7 выше 0 днем. Центр юг ночью 8-11 со знаком минус 1 от плюс 2 до плюс 5 градусов. На севере ночью 7-10 мороза, а днем от минус 1 до плюс 2. Ну и на востоке 13-16 со знаком минус ночью. Дневная температура составит от 0 до минус 3. Весной привести в порядок ноги – это очень правильно. Ногтевая студия «Максикюр» в Оренбурге приглашает на педикюр, в том числе и медицинский. Это комплекс лечебных мероприятий по уходу за стопами и ногтевыми пластинами с признаками различных отклонений. На топтыше, образование глубоких трещин и другие проблемы. Возможно, безхирургическая коррекция вросших ногтей. Обращайтесь к специалистам вовремя. Ногтевая студия «Максикюр» в Оренбурге. Вся дополнительная информация по телефону 77-89-98. В Оренбурге в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Ночная температура составит 8-10 мороза, а дневная от плюс 2 до плюс 4 градусов. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба и будет падать. В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств по улице Володарского, 13. Начала свою работу юбилейная выставка члена Союза художников России, заслуженного работника культуры города Орска, Китаева Олега Павловича. В экспозиции представлено более 100 живописных произведений, созданных в последние годы. Олег Китаев художник разностороннего дарования. Это графика и живопись, пейзажи разных уголков России и сюжетные композиции. Не пропустите эту выставку. В рубрике не только о музыкальной терапии. Сегодня музыкотерапию подразделяют на два вида воздействия – физиологическое и психологическое. В первом случае определенные участки мозга начинают активно работать в связи с воздействием музыки и ритма на мозговые структуры. Во втором случае мелодия способна вызывать положительные эмоции, приятные воспоминания, ассоциации, которые наилучшим образом влияют на улучшение настроения. Также музыка помогает в преодолении болевых ощущений, снимает психоэмоциональное и мышечное напряжение. Здоровья вам и благополучия! До встречи на телеканале ОРТ!